Во имя Отца и Сына и Святаго Духа На колонии Великого Поста Церковь евангельскими словами объясняет, в чем заключен настоящий пост Это самые необходимые условия для того, чтобы пост был действительно средством которое может приблизить нас к Богу Первое это прощение Нельзя служить Богу, если мы в душе имеем обиду, злобу, ненависть Если находимся в ссоре, которую не можем изжить потому что не хотим простить Поэтому прежде чем приступать к таинству поста А пост это таинство, потому что в посте происходят те изменения в душе человека в которых не просто участвует человек, а участвует благодать Божия Мы называем это таинством Когда помимо человека действует Бог в нашей жизни И вот чтобы совершилось это таинство вот необходимо вот это предварительное условие Все прощения Не случайно сегодня воскресенье именуется прощенным воскресеньем Потому что все просят друг у друга прощения Но также Господь дает и некоторые другие наставления, как нужно поститься Он говорит о том, что если вы хотите поститься Вы не делайте это на показ Не помрачайте свое лицо Не показывайте то, что вы Сетуете И таким образом хотите вызвать какую-то симпатию окружающих людей Кстати, такие слова Христа, они больше, конечно, наверное Относятся к той эпохе, когда все-таки воздержание, самоограничение Было Мотиватором такой жизни человека Значимым Духовно значимым Ценностно значимым Сейчас тоже, конечно, люди воздерживаются Диету соблюдают Иногда там По целыми Целыми сутками не едят Тоже существуют Какие-то определения Определенные вещи Но всегда они имеют очень такой прикладной характер Человек хочет или похудеть Или поправить свое здоровье Все ради себя любимого Но настоящий пост, он действительно ради Бога Если раньше такое поведение человека Когда человек ради Господа что-то делал, оно вызывало уважение И поэтому люди пытались как бы вот Показаться постящимися То в наше время, конечно Если увидят постящимся человека Наверное, особо это симпатии не вызовет Может быть, какое-то удивление, любопытство Или спросят, что ты постишься Вот, и на этом, наверное, все и кончится Хотя, конечно, для кого-то все равно Будет интересно Почему человек готов себя ограничивать Ради каких-то высших духовных ценностей Но лицемерие, конечно, в посте Оно все обесценивает Когда мы именно на показ что-то делаем Ради тщеславия То, конечно, тогда не будет награды на небе Как говорит сегодня Господь на Евангелии Если мы это делаем ради людей То мы здесь эту награду и получим А на какую-то награду Господу Мы рассчитывать тогда не можем Пост Пост Это время Внимательного И трезвенного Отношения к себе Это время покаяния Это время Труда Духовного труда, который человек предпринимает Ради Бога Если эти вещи Не становятся значимыми Во время поста То пост очень часто проходит Как просто формальная диета Как что-то такое Наружное Но никак не меняющее нас изнутри А все-таки Как я уже сказал Пост должен быть таинством Которое может поменять Внутреннее человека Конечно Пост это только средство Средство к тому Чтобы душа Она приблизилась к Богу Чтобы обрела Духовное сокровище Сегодняшняя Евангелие Она заканчивается словами Где сокровище ваше Там и сердце ваше будет Вот нашим сокровищем Должен стать Господь Для этого мы И На поприще поста И решаемся Для этого и входим В это поприще поста Чтобы Господь стал Настоящей драгоценностью Нашего сердца К сожалению Наше сердце Оно нам часто не принадлежит Оно служит Каким-то греховным Желанием Навыком Устремлением И поэтому Очень сложно его Развернуть В сторону Бога Чтобы наше сердце Оно прониклось Действительно Божьим Светом Сегодня мы вспоминаем Адамовые знания Сегодняшнее воскресенье Так именуется И песнопения Которые звучали Всегда на всеночном Вчера на всеночном День Они посвящены Этому событию Мы переживаем Трагедию Адама Как свою собственную Это очень важный Такой контекст Который Часто непонятен Людям наружным Которые в церковь не ходят Они не могут понять Почему Адам согрешил А мы от этого страдаем А тем не менее Понимаете Так происходит Что Господь По другому Не может нас научить Действительно Божественной любви Мы должны понимать Что мы одно целое Человечество Это одно целое Мы все являемся Адамом И В осознании Вот этого И начало нашего Оздоровления И понимания Чему призывает Нас Господь Мы знаем Что есть Новый Адам Это Господь Иисус Христос Который Родоначальник Нового человечества Который Освободил Человека От рабства Греху Проклятия Смерти Но Вот это Грехопадение Адама Оно действует В нас Даже крещенных Людях Мы чувствуем Себя заложниками Греха Заложниками Вот этой Падшей Человеческой Природы И поэтому К этому событию Грехопадение Адама Надо возвращаться Возвращаться Обязательно Нам Чтобы осмыслить Самих себя Осмыслить Сущность Свою Которая К сожалению Удобно Преклонна Ко греху Мы часто Имеем Некие иллюзии О своем Каком-то Добре О своей Какой-то Благости В том Что мы На самом-то Деле Люди Хорошие А все Что Греховное В нас Это такое Случайное Это все Такое Непонятно Откуда Взявшееся Вот А на самом Деле Действительно Грех Очень глубоко В нас Находится Он Вторая Наша Природа Наша Натура И поэтому Сопротивляться Греху Бывает Очень И очень Сложно И возможно Только С помощью Божьей Только С помощью Благодати Божьей Вот это Прежде всего Надо осознать И понять Какие бы человек Не предпринял Над собой Труды По Самосовершенствованию Какую бы Аскезу На себя Не взял Какой бы Пост На себя Наложил Сам себе Человек Помочь Не может Должен ему Помочь Господь Мы можем Только Неки Определенные Условия Создать Для того Чтобы Эта помощь Божия Могла Быть Возможна Для каждого Из нас Но Без этой Благодати Ничего К сожалению Изменить Мы в сами Себе К лучшую Сторону Не можем Поэтому По этому С поводу Не должно Быть Никаких Иллюзий Очень важно Вот эту Понять Связь Связь С Грехопадением Первых Людей Ибо Первые Люди Приступили Заповедь Божию Отвернулись От Господа И в мир Вошла смерть В мир Вошли Болезни В мир Вошла Та греховная Психология Которая Определяет Существование Человека На этой земле Что Увидели Адам и Ева После своего Грехопадения Прежде всего Они увидели Свою Наготу Для этого Их покрывала Благодать Божия Эта Благодать Божия Была Светом Которая Создавала Их Общее Пространство С друг с другом И с Богом Это пространство Оказалось Разрушено Они Почувствовали Свою Обособленность И от Бога И друг от друга Это и было Ощущение Наготы Им было Это неприятно Они взяли И одели себя Листьем Смоковным Фиговый Фиговый Листочек Который Не может Конечно Ничего Закрыть Потому что Все равно Вот эта Духовная Нагота Человека Она Очевидна Второй момент Который Совершил Адам Он попытался Спрятаться От Бога Где он Мог От Бога Спрятаться Он побежал В какие-то Пустики Потому что Бог стал Ходить По раю А для Адама После Грехопадения Стало Невыносимо Быть в присутствии Божьем Он стал С Богом Прятаться И вот он Прячется От Бога В этих Кустиках Господь Начинает Его звать И говорит Адам Где ты Казалось бы Какая-то Совсем Детская Ситуация Когда Маленький Ребенок Например Закрывает Своё лицо Ладошками И думает Что его Не видит И вот так И поступает Первый человек И так Поступает С сожалению Каждый из нас Мы очень часто Находимся В такой Внутренней Ситуации Когда нам Кажется Что Бог Нас Не видит Мы что-то Совершаем Сами по себе Мы находимся В собственном Пространстве Где нет Бога И такого Нет Мы всегда Богу открыты Наши внутренние Как на ладонью Бога И вот здесь Человек Это не осознает Он никогда Не сможет Из своего Греховного Подсознания Вывести Вот эти Свои Болезни И болячки Он не сможет Их никогда На свет Божий Выковырить Он будет Видеть Вешки Какие-то Внешние поступки Которые Очень часто Люди приходят На исповедь С какими-то Такими Формальными Вещами Но которые Не имеют Отношения К внутреннему Человеку И глубинам Человеческой Души Вот для того Чтобы войти Вот это Внутреннего Человека В себя Самого Нужно Обязательно Предстать Пред Богом И понять Что нет Никаких Чемных Уголков Нет Каких-то Мертвых Зон В которых Можно Спрятаться От Бога Это тоже Очень важный Такой Опыт Рая Опыт Потери Рая Который Пережили Первые Люди Адам И Ев И еще Третье Что стало Следствием Грехопадения Человека Это самооправдание Когда все-таки Бог вступил С диалогом Диалог с Адамом И с Евом Оказалось Что они Не способны Покаяния Они способны То как Самооправдание Адам Скал Что Ева Которую Ты 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 Мне Дал Она Меня Вела В этот Грех То есть По сути Ева Ты Сам Виноват А Ева Сказал Что Это Змей Ее Крестью Это Очень Важное То же Изменение Сознания Которое Происходит У Человека Который Потерял Связь С Богом Он Становится Гордым А Гордый Человек Он Никогда Не Может Признать Свои Ошибки Он Всегда Видит В Других Зло Неправду Чужую Ошибку Видит А своих Грехов Человек Не Видит И Вот Это Третье Тоже Очень Важное Что Стало Насредием Всех Людей Потому Что Все В Этой В картине Грехопадения Адама Отражается Как В капле Отражается Небо Земля В капле В воды Мы болеем Мы болеем Мы не хотим Видеть своих Грехов Мы не хотим Видеть неправды Своей жизни Главное Мы не видим То Что Господь Должен быть Для нас Сокровищем И к Нему Должна быть Устремлена Наша душа Он Мерила Всех Ещей А не Мое Какое-то Хотение Желание Представление И вот Когда человек В центр Жизни Ставит Бога Если Начинает Вокруг Господа Строит Свою Жизнь И Господа Устремлен Своей Жизнью Тогда Только Возможно Покаяние Тогда Только Возможно Действительно Не Самоправдание А Благое Изменение В жизни Человека С помощью Божьей Наконец И Та Нагота Которая Является Наследием Адама Как Следствие Падения Она Не Становит Нас Разрушающий Бог Действительно Тогда Дает Нам То Ведение И Ту Силу Любви Которая Действительно Становится Покровом Человеческой Души Которая Становится Тем Сокровищем Стяжание Стяжание Души Человеческой Которой Мы Уже Имеем Наследие Жизни Вечной Поэтому Возвращаясь К этому Библейскому Событию Рекопадение Адама Накануне Великого Поста Церковь Дает нам Увидеть Самих Себя И дает Возможность Наметить Тут Путь Благого Изменения По которому Мы должны Пойти В это Поприще Великого Поста Аминь 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 Аминь